Мы теряем день за днём и месяц за месяцем, потому что медленно раскачиваемся. Мы недостаточно организованы. Мы ещё позволяем себе ту раскристанность, разболтанность на фронте и в тылу. Пригожин написал свои вот эти вот апрельские тезисы, в которых, значит, предложил поставить точку в спецоперации. Но тут же в другом тезисе из этих апрельских тезисов он сказал, что только честный бой и никаких перемирий. Так что, ну, Пригожин, как всегда, ведёт себя как тролль 80-го уровня. То есть, говорит одно, в другом месте другое, так что непонятно. Но, тем не менее, вот эту вот идею он первый пробросил, что, в общем, нужно поставить точку в этом мероприятии. Значит, вроде как Путину подсказывает, его верный повар, любитель острых блюд, он подсказывает Путину, как можно закончить эту спецоперацию без большого позора. У меня в голове не укладывается, что Путин может вот примерно таким образом попытаться это сделать. Тем более, что ему и не дадут так это сделать, как это предлагает Пригожин. Вот вопрос, как всё-таки может развиваться дальнейшее событие. Как заставить Путина прекратить войну? Потому что ведь он её прекращать не собирается, а ресурсов продолжать её у него достаточно. Всё-таки 40 миллионов людей, которых сейчас заперли в стране, выдают им повестки, и по 300-400 тысяч человек Путин сможет бросать на фронт этих людей в качестве пушечного мяса. Как заставить Путина прекратить войну? Ну вот я же и говорю, что я думаю, что этот план будет опубликован, это должен быть совместный план Франции и Китая, и скорее всего он будет увидеть свет по результатам контрнаступления, будет подкорректирован под вот эти результаты. И если там будет разгром российских войск, то это будет одно урегулирование. Если будет заморозка ситуации, то будет другое дело. То есть я думаю, что вот это всё нужно Западу. Да, американцы, в принципе, в душе согласны, что Китай им нужен. Пусть он будет с Францией, это даже идеальный вариант. Китай нужен для того, чтобы в случае провала России в этом контрнаступлении не кто-то там из западных лидеров, а Си Цзиньпин сказал. Вова, надо посмотреть в глаза реальности, учитывать реальность. Реальность вот такая. Вы правильно говорите насчёт ресурсов, но я не думаю, что у него такие уже большие ресурсы. То есть людских ресурсов, да, у него хватает. Что касается тех же боеприпасов, той же бронетехники, они же понесли чудовищные танков одних. Вот в последний раз я смотрел, там более 1900 утрачено этих танков, 39% того, с чего они начинали. Затем их потеряли в людской силе, в живой силе. Свидетельство о том, они равны практически по численности той Армаде, которая 24 февраля вторглась в Украину. То есть всей той более 200-тысячной группировки её уже нет. Теперь вот в связи с этой массовой повальной мобилизацией я не уверен, что всё будет дальше идти так же гладко, как было до сих пор. Ну и, наконец, углеводороды идут уже кое-как. Первые три месяца войны, то есть этого года, показали, что страна не досчиталась в бюджет. То есть в закрома страны не поступила где-то за 40% того, что поступало в это же время год назад. Теперь Индия. Индия заявила несколько дней назад о том, что она присоединяется к потолку цен на углеводороды, объявленные Евросоюзом. То есть если так посмотреть, по большому счёту ситуация нехти. И вот эти все тенденции и дальнейшие потери на фронте, и проблема растущей будет недовольства в связи с мобилизацией, потому что она должна иметь массовый регулярный характер. Но когда-то я надеюсь, что россиянам надоест, как баранам идти, опустив голову на бойню, на свою собственную бойню. Ну и экономические факторы, которые в значительной степени зависят, то есть находятся в руках Си Цзиньпина. Это линия жизни Путина. Он может чуть-чуть прикрутить, может отпустить. Поэтому я считаю, что я жду результатов, контрнаступления результатов, а там должен последовать и этот мир. Точность наведения один метр. То есть это, конечно, страшнейшее оружие, с помощью которого можно вести атаки на Крым. В Украину прибули зенитно-ракетные комплексы Петріо. Это подтвердил министр обороны Резников. За его словами, украинские зенитники освоили их так быстро, как только могли. Он благодарен министру обороны Немеччины и Нидерландии, а также американскому, немецкому и нидерландскому народам. Напоминаю, что Петріо – это далекобийный комплекс и может діставать на отстань до 150 км. А это позволит отгонять, как могла, далеко российскую авиацию от украинских кордоней. Кроме того, он может сбивать балістичные ракеты. Кроме того, в Украину прибыл и второй из четырех обещанных німецкий комплекс ППО «Айрісте». Про это поведение Шпигель. За данными джерел, доставка произошла несколько дней в том, приблизно 16 квитня. Нагадаю, первая подобная система противоповетряной обороны пробула в Украину ще в жовтні минулого року. Але до цього я хотів додати, я подивлюсь зараз, чи висить ця інформація. Вона мене трошки збентежила. Сьогодні я врань прочитав. Значит, ну давайте це спочатку. Що ви про це все думаєте? Оця от зброя, Петріот і так далі. Як це щось міняє? Чи нічого не міняє? Міняє? Ну, знову ми чекаємо Петріот. Постійно по колу ходять розмови про те, що вони скоро вже у нас будуть на озброєнні, стануть вже загальна система противоповетряной обороны і зразу все стане добре. Ну, стане краще. Повністю добре не стане, бо нема в світі таких зенітних ракетник чи якихось інших засобів, які можуть перехопляти всі ракети, які летять. Тому це поліпшить ситуацію. Але деякі ракети все одно зможуть прерватися. Ми знаємо багато там прикладів, де використовуються саме ці Петріоти в країни Гамбільського сходу і там були випадки, коли через них прервувалися. Так, це суттєво підвищить коефіцієнт знищених цілі, але сказати, що це все нам закриє небо, нам так хотілося б, але нема такого, на жаль. Де вони будуть розташовані? Це питання, яке постійно люди запитують. Вони будуть розташовані в Україні крізь. Це комплекс мобільний, він не стає на одному місці, він може порухатись. Його можна використовувати, як під час атак балістичними ракетами, цими самими іскандерами, іскандерами АМ, захищаючими критичні інфраструктурні об'єкти. Ну, що таке критичний інфраструктурний об'єкт, наприклад, атомна станція, бо росіяни можуть і тоді стрігнути. Ну, а під час бойових дій, бо спосередньо на лінії фронту, їх можна тримати десь поблизу від бойових дій, для того, щоб вітаки, які несуть, ну, як мінімум, ці плануючі бомби, які летають навісно 50-70 кілометрів, щоб вони не могли підлітати ближче, ніж на 150 кілометрів. Тому, я думаю, що пілоти і керівництво російських повітряних сил, вони чудово знають там навіть, я думаю, посилати не будуть льотчиків, тому що це, ну, їх просто заб'ють на підліті і все. Від Петріота захиститись. Ну, але там кожний постріл, наскільки я розумію, коштує трохи на мільйон доларів цього Петріота. Три мільйони. Що, один постріл? Так. Ну, дивлячись, якого ракету, три мільйони, ну, комплекс стоїть мільярд доларів. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.